привет друзья на улице холода но светит солнце такое чувство как все равно как морозненько так это мороза конечно нет ощущение как будто как морозно посмотрите на эту красавицу она расцветает все больше и больше будем делать по-другому поступать как-то так куда я вообще иду а иду гараж там перчатки мои лежат и пойду все-таки убирать и клух пока нету дождя прохладная но он прохладно уже ж тепло не будет это ж не то что завтра бах и марина даже не созрела обычно за ночью созревала каждый день там пожменьки себе набирала никто уже не злеет потому что холодина холоди так что и безу перчатками ветрищи опять и убираюсь иклу кроме меня этому это сделать некому поэтому надо ну что работа кипит осталось совсем чуть-чуть вот уже полная тачка ботвы у меня ботву так и землю надо разровнять потом ботву поэтому кину пока и он туда нас подвод или вот здесь вначале для чего это ботва это чтобы закапывать еду она там перерабатывалась кушали и червячки паучки и улучшалась моя почва здесь росла картошка поэтому сюда закопаем и кушку вот так вот ничего хозяйстве не пропадает хотя это оттуда затрат но не помешало бы это сделать ну что где-то часика полтора заняла моя ветер холоднючий вот весь мой урожай здесь такие огромные вау даже не представляете сколько они наверное весят гляньте это просто капец это я на отдалении снимаю опять всякие разные немножко мелкой сейчас посортирую какую совсем маленькую помою и сварю Саша если приедет даже если не приедет сделаю винегрет что-то я совсем забыла про винегрет я же вот так люблю боже морковки хватает картошка есть свекла лук что еще надо заправила и балдей я совсем про это забыла все сейчас надо все вымыть просушить и отправить на хранение как-то так грядка чистенькая вот одну клубничину даже отсадила не знаю тут усок приросло много наверное я их сейчас тут пообрезаю и оставлю пускай сидят а весной отсажу с комом земли ну а там конечно все сейчас очищу разорву порву вырву клубники еще вот завязалась но какая уже клубника она у нас зреет холодзина того и в леди снег пойдет так что надо мне как-то включать скорость и шевелиться а то я тут зазимую и все не так холодно вообще ветер холодный и очень холодный так что это везу в порядку и потом мою ну что выкусывала видите полная тачка получилась ой боже боже ну если разобраться то и такая большая беда варить конечно неудобно надо разрезать на куски а вот запекать ее очень удобно разрезаешь на порционные кусочки заворачиваешь вольгу и запекаешь получается очень даже отлично что выросла как выросла при этом кто-то сказал что не надо ее прорывать раз она у нас тут так растет земля ей нравится то и места я тут и меняла прошлом году на другом месте росла все равно растет и прорываная и непрорываная я ж вам показывала в каком-то видео где одна на одной и одна больше другой вот так вот друзья так что вот это такая средняя есть тоже большеватая короче из этих я такую которая поменьше всегда намываю и ложу в один отсек в холодильник что было под руками и будем тоже наслаждаться вкуснятиной вкусненькой морковочкой это у морковочкой свекушкой вот так что сейчас перемою вот тут вот разложу наверно сушить на ветру хорошо обветрится надеюсь дождя не будет такой ветер сильный и и что еще еще что-нибудь надо наверно поделать даже не знаю сколько сейчас уже время сейчас гляну вот так еще только половина первого я как-то так хорошо управилась но еще конечно что домыть это у меня еще где-то займет времени прилично так что как-то так не знаю буду еще что-нибудь что-то делать сегодня потому что устала как-то стало быстро вставать это совсем вялая вялая как сосиска так ну что свеклу все вымыла вот это огромная бомбочки это средняя все просушивается все чистенькое буду опять хранить в мешках как в прошлом году в погребе это такая панель чая которая пойдет у меня холодильник что было под рукой это так с тазиком занесу на крыльцо там вынесу банку совет холодильника все швожу хорошенечко так что им хотел еще показать пойдем посмотрим выросла ли у меня картошка посаженная июля после уборки чеснока правда запрела ее тут клубника и трава и мокрыца и все на свете ну вот один куст есть как раз на виду остальные надо искать их по-моему всего лишь было четыре сейчас вот этот один кубник аборантий в смысле пока что без лопаты вот так рукой возьму рукой вырву все вокруг и посмотрим что тут выросло ой так еще и выросла гляньте конечно не крупная но молоденькая картошечка сегодня какой у нас 5 октября по-моему даже есть и побольше и поменьше короче всякое 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 вот так тут с одного куста как мне одной гляньте так я тут и объемся даже я ее поставлю мне знаете как понравилось сейчас еще все не выбрала наверное сейчас еще покопаюсь гляньте какая отличная картошка короче этот самый вымываю ставлю варить в мундире потом обчищаю в сковороде жарится много лука и туда эту картошку ой как вкусно еще сметанки можно туда добавить гляньте сколько бульбы гляньте я в шоке я в шоке что называется я как-то сажала но потом перестала уже и забыла что можно и так посадить картошечку еще ну еще в этом куста уже все по моему там еще есть один 4 у меня вроде их было надо искать ну мне хватит и одного но саша приедет следующий выкопаем у субботу красота правда так что можно сажать таким способом картошечку не бояться так все что погреб сложила в мешки вот видите вот это большой но я в него положила меньше потом что-нибудь отсюда переложу чтобы завязать можно было как-то так сейчас несу туда ту комнату где погреб у меня хотела показать вам что под диваном ну то есть пол моешь на швабру там пылесосом а что сам диван фанера которая снизу подбита на ней столько паутины но не видно плохо видно мне это видно короче я в погребе взяла водички соленой чтобы добавить в огурчики сейчас посмотрю если надо чтобы 10 раз не лазить все уже взяла сразу с собой так слуха моя уже здесь вонарик подвесила ой так смотрите все поставила вот так вот 4 пакетика свои завязала их там щели есть на вентиляции тут вообще такой дырявенький мешочек никаких дырок больше не делала пускай стоят потом будем смотреть наблюдать как и в прошлом году так что там у нас сейчас посмотрим так картошка нормально все хорошо лежит красавица пока что у меня есть там мелкая в смысле выкопанная на еду еще и мелкая есть поэтому не буду доставать крупный нашел на мне вот мои огурцы он видите в одной баке вообще совсем мало рассола а в остальных как-то нормально я вон те огурцы в тех нормально посмотрите которые в собственном соку я даже не знаю когда нам их уже можно пробовать наверное уже можно надо спросить у оксаны но смотрится красиво ничего рассол не выперло ничего не это красота вроде бы так что сейчас сюда подарил рассол . все дарила все огурчики еще он 350 грамм где-то осталось рассол . и достала банку старых огурцов сейчас посмотрим попробуем какие они будут на вкус еще старые с того года потому что хочу виневрят делать как то так все с погреба вылезаю банки вымыла но еще огурцы не пробовала потом попробую еще кетчупа достала вот маленькую баночку а то там почти закончился и вот это по моему крыжовниковое варенье мое с базиликом вкусную чай в этом году крыжовника не было ну было но чуть-чуть на поесть вот это по моему она может какой она вкусная когда сделаю сырники очень люблю с сырниками мало просто бомба или запеканкой вообще будет супер обязательно попробую вам расскажу огурец тоже открою покажу мягкими мягкие это прошлогодние здесь все как надо по фэншую сейчас все замыть помыть протереть потому что в погреб лазила оттуда вылазила мало ли что там на тапках принесла поэтому все быстренько замывают затираю и иду что-нибудь перекусить а времени сколько у нас уже времени уже половина четвертого капец вот и кажется вот и провозилась вроде бы и не так долго пока помыла пока просохли пока детьми поговорила пока все сложила уложила еще те мелкие не уложены и погреб пока заволокла вот вам и целый день казалось что сегодня рано вышло в огород как то так надо наверно пойти лучше еще прогуляться с огородом на сегодня завязывать а то как то как то наверное достаточно еще блестит чистота и красота как будто я погреб и не лазила все следы заметили вот смотрите свекла которая на первое время полный отсек я обычно всегда кладу вот так вот в этот пакете обязательно потому что иначе оно все вянет вот так вот накрыто ну не плотно не завязано ничего во второй отсек всегда кладу морковки столько же ну здесь пока еще занято вон колораби у меня тоже здесь лежит лимончик вон перчики лежат короток это все подъезд а тут немного тоже освободиться видите что там я тут все битком битком как-то не освобождается поэтому все клуб все вот ковала надо еще только мелкую помыть чтобы сварить завтра наверно что котельная меня как обычно дурдом тут качели занести их тупом дуде погреб тут эти все покрывалась качели их надо будет перестирать но и сейчас попозже короче говоря надо тут освободить место до кабачков наверное подумала на улице какая-то погода на грани грандиозного шухера так холодно вы не представляете ветер холоднючий ветрища жуткая поэтому все мои планы на какой-то прогулен по-моему лопнули ну хотя может исправлюсь часть кабачков надо все кабачки которые там у меня он просыхали привезти на крыльцо чтоб потом приладковать где-то в котельную говорила саша надо какую-то полку сделать или давай хоть купим ту светофори не страшненькую но не купили не сделали хилая светофори никому не понравилось в общем короче непонятно настрой материалов у нас вроде бы никаких особо нет у себя дома это надо все купить так что поэтому опять как обычно обычным способом у меня их немного слава богу в этом году я уже кое-что люди там отдавала может еще какие отдать даже не знаю потому что не ступор мне столько не надо это точно так что сейчас оттуда переношу сюда пока на крыльцо потом в котельной там сортирую освобождаю место и складываю чтоб они не намокли они уже там высохли хорошенько и красота слышите какой ветер да холодный холодный я уже куртку отдела пошла переоделась теплую кофту куртку наверх потому что очень холодно какой признак что будет уже холодно смотрите весь дом был обседен мухами сидели грелись никуда не собирались посмотрите ни одной мухи все начали прятаться на зимовку в том землю в том горшки цветочные у кого горшки стоят на улице слава богу я в этом вот горшки не носила тепла уже нам не стоит даже не могу поверить что на прошлой неделе была жара я ходила майки раздетая боже боже и хотелось ой чтобы было попрохладнее то жарко а вот так вот холодрыли не хотелось случайно сейчас гляну сколько там награды ой привозила теплые перчатки я кстати тут тык увидела думала она просто висит здесь на заборе она гляньте как она так выросла посмотрите между забором защемилась одна половина там вторая половина тут вот это да придется ножом разрезать людям или животным отдать зеленые непонятные ну разрезать на ночь там еще и детская одна маленькая ну какая-то стала оранжевая зеленая думала не созреет ну а вот эти вот это вкуснее было в прошлом году это детская ну да где вроде созреет немножко да зеленая почему-то зеленая хотя должна быть вроде не зеленая надо посмотреть вообще по пакетам своим или это я уже перепыленных тут насажала или это есть пакет так на что тыквы все сюда сложила все-таки здесь ветер с той стороны из-за сарая поэтому всегда дождь не запьет я думаю детская на вид-то красивая на вкус-то не очень а я уже не помню прошлом году я варилась не что-нибудь не варила была она у меня вроде была вот такая красота получилась а все зеленые отвезла люди как раз успела в тачку загрузила пошел дождик покажу на которой в заборе кстати она там особо сладости не набрала но она такая на вкус довольно таки вкусная я попробовала чуть-чуть видите половину я отрезала людьми овечкам коровкам половина осталось сидеть вторая половина штамп надо идти на ту сторону доставать а так я не могу никак достать не попкнуть туда они вылазит короче не так так все пойду быстро кабачки вот кого-то картихарку на крыльцо их уже занесла как раз успела до дождик что они не могли чтобы они высохли естественным путем и мыть их нельзя знаете и кабачки не тыквы мыть нельзя перед хранением чтобы не смывать естественный защитный слой если они там дождиком то ничего страшного он надо еще перец хотела собрать смотрите как и он на одну кусту на втором эти оторвало которые были земли были надо еще не хорать стук кустов довольно таки прилично они видите в теплице росли высоту высоченные перцев было мало тут гляньте сколько еще цвета просто что они тут были задохлые когда их высадила на улицу сколько у нас заморозки были на середине июня капец какой-то но все равно успели вон даже созреть видите когда не такие эти самые не такие огромные наверное такие мясистые но все равно можно использовать а можно даже например посушить на сладкую паприку посмотрю что буду делать но пока сейчас это не главное главное сейчас мне он кабачки на крыльце чтобы они не намокли сейчас быстренько там в котельной что-то там раз шурудить и быстренько туда сложить какие-то которые толстые явно с тыквы перепылились тоже наверное весла люди пускай едят животные а то будут лежать только портится как-то так красиво бегу домой временно вот так быстренько сложила качели убрала матрас откачели горшок мячик это что все надо где-то по местам расставить саша покидая какой-то насос вон припер говорю поставил гараж не хату вот припер потом вы говорите чё у тебя тут бардак а уж одевал тут оставил а потом я виновата везде во всем я я я я я ну ладно как то так они уже чуть дождиком полились хай просыхает потом получше разложу все это тут освобожу покрывала что стилку что куда сезон качели скорее всего уже закончился что друзья вот и дождище и вечер и метрище и холодина это кошмар кстати посмотрела прогноз на выходные уже днем 8 ночью ноль значит нашей низине тут будет минус так что если завтра будет какая-то возможность какая-то более-менее без дождя надо быстренько убирать все что осталось в огороде все друзья а вам желаю крепкого здоровья хорошего настроения успехов во всех ваших делах всем пока мой ветер какой вырывает